Приемная кампания завершается. Списки поступивших, опубликованные, по крайней мере, в Пермском университете. Вот это легендарное место, где по традиции размещают приказы о зачислении. Имена счастливчиков уже известны. Где же был самый высокий конкурс? Какие специальности оказались востребованными? И в какие вузы поступили стобальники? Сейчас расскажем. Пожалуй, впервые в таком количестве в Пермский университет поступали люди серебряного возраста. По предварительным данным приемной комиссии, среди абитуриентов были претенденты на студенческий билет категории 60+. Так, семь человек подали документы в магистратуру на факультет современных иностранных языков и литератур. Сокращенно СИЯЛ. Впрочем, этот факультет уже давно лидер по популярности. Уже второй год подряд у нас своеобразный лидер по популярности. Это направление лингвистика факультета современных иностранных языков и литератур. Там конкурс фактически на одно бюджетное место 43 человека. То есть подали заявление порядка 350 абитуриентов. А вот СИЯЛ, да, это направление лингвистика опередило два года назад как раз менеджмент, экономический факультет. Хотя конкурс там тоже достаточно большой. Скромно сказано, больше 35 человек на место. После направления менеджмент на третьем месте медиакоммуникации, где конкурс тоже был высокий. 33 человека на место. А вот лидер по числу бюджетных мест механико-математический факультет. Поскольку направление приоритетное для региона, более 240 человек будут зачислены и смогут учиться бесплатно. А вот какая картина сложилась в Пермском политехе. Возглавляют рейтинг самых востребованных пять направлений подготовки. Это химическая технология, биотехнология, нефтегазовая техника и технология, информационные системы и технология и программная инженерия. В особенности IT у абитуриентов 2019 вызвало небывалый интерес. Благодаря изменению третьего внутреннего вступительного испытания по выбору образовательной организации на направлении информационной системы и технологий, в этом году у нас был всплеск абитуриентов. Ранее на этом направлении вступительный экзамен последний третий была физика, сейчас это информатика и КТ. И количество заявлений среди абитуриентов выросло практически в три раза. Ну и проходной балл возрос практически на 40 баллов. Если в первый день сводная таблица Пермского политеха напоминала скорее двоичный код, единицы пришли в комиссию с паспортом и результатами ЕГЭ, то в финале был ажиотаж. На нефтегазовое дело в последний день приема документов заявления подали почти 500 человек. Но это бакалавриат. Впереди зачисление в магистратуру. А это значит, что приемная кампания в политехе завершится в конце августа. В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом вузе тоже еще подводят итоги. Список первокурсников очного отделения уже определен, но последние зачисления в рамках дополнительного приема состоятся 27 сентября.